В приоритете западная часть города. Власти Сургута рассказали о дорожном строительстве, которое планируют в ближайшие годы. Наибольшее количество новых магистралей появится недалеко от Тюменского тракта, в частности Грибоедовской развязки. Так завершено проектирование улицы 4Z. Эта дорога соединит поселок Белый Яр с Югорским трактом и разгрузит единственный ныне въезд в Сургут со стороны юго-западного направления. В феврале в мэрии намерены объявить конкурс по определению подрядчика на первый этап работ. В 2021 предусмотрено переустройство светофорного регулирования, перекрестка и строительство участка дороги протяженностью 450 метров. Предварительная цена лота – 280 миллионов рублей. Не надо думать, что мы на этом останавливаемся. Мы сейчас активно ведем работу с регионом для того, чтобы получить все финансированные данного проекта. Потому что общая стоимость этой улицы – порядка миллиард 200 миллионов рублей. Она достаточно тяжелая для бюджета. И своими силами город Сургут данную улицу построить не сможет. Ну или будет строить ее очень медленно. И данный проект может потерять всякий смысл. Срок строительства межмуниципальной дороги – три года. На эту улицу увязана чуть ли не вся планируемая к развитию уличная сеть. В 4З будет примыкать трасса под условным названием 3З. Она пойдет параллельно Югорскому тракту и свяжет сообщением четыре квартала. 35 и 35А, а также 50 и 51 микрорайоны. Соединится участок протяженностью километр 300 метров с улицей Александра Усольцева. Один из ее фрагментов проектирует. Заключен контракт жизненного цикла с компанией «Североавтодор». Подрядчик разрабатывает всю документацию, возведет 750 метров магистрали от Есенина до Тюменского тракта и будет несколько лет ее содержать. В 2021-м планируется разыграть конкурс на проектирование второго пускового комплекса Усольцева. Его протяженность около 650 метров. Дорогу построят через 2-3 года в жилом микрорайоне в границах между улицами Есенина и Убилецкого. В этом году стартовали же с улицы Усольцева, как я вообще-то знаю. Она достаточно такая, ну, сложная, как и по изысканиям, так и сложная в части выполнения функции. Там и школа, там и планируется, в общем-то, парк. Поэтому жизненно важное ее строительство. В прошлом году стартовали, и я думаю, в этом году мы продвинемся еще продолжением. В западном районе до противотуберкулезного диспансера продлят и Киртбаян. Контракт на проектирование заключат в текущем году. Запланирована и реконструкция этой улицы, но на участке от проспекта Ленина до Егорского тракта. Специалисты говорят, что по документам отрезок объект незавершенного строительства. Там сложности с пешеходной доступностью, проблемы с парковками и подъездом к поликлинике. Километровый фрагмент дорожной сети Сургута ждет капитальный ремонт. Стоимость работ станет понятна по итогам проектирования и итогов госэкспертизы. Канализация ливневая, это тротуары, это остановочные комплексы, это светофорные знаки и так далее. Мы будем делать данную улицу полностью в соответствии с современных требований, в том числе и замена полностью и полотна, и бордюрного камня, и устройства тротуара, и озеленения, и ограждения. То есть весь комплекс работы, иначе эта улица не будет соответствовать современным требованиям и мы ее не сможем ввести в эксплуатацию.